Высказаться на тему требования реформ и тех реформ, которые мы видим, что стоило бы в первую очередь провести. Это закон о выборах и закон о партии. Эти два закона, они на наш взгляд являются одними из самых страшных вещей в стране. Почему? Для того, чтобы какая-то партия была зарегистрирована, она должна иметь более 5000 членов, хотя бы минимум в половине районов Молдовы. И для того, чтобы это проделать, для того, чтобы собрать такую партию, нужно иметь нормальное представление о наших реалиях. Это нужны большие вложения, финансовые, людские. И кроме этого всего, это начинается вместе с тем, что ты в этом районе создал первую ячейку, сразу же требуются офисы, которые нужно снимать. Но это все деньги, 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 деньги. И у нас получилась дурная система, что партию может зарегистрировать только человек с деньгами, только группа людей, которые обладают такими финансовыми ресурсами. Следующий вопрос, который возникает с регистрацией партии, это нормальная, живая партия, которая способна что-то взять на любых выборах. Это партия, в которой, кроме того, что много членов сейчас есть, должны быть вложены материальные ресурсы в помещения, в машины, в топливо для этих машин. Потому что они должны ездить по своим районам, они должны ездить по деревням, они должны общаться с людьми. Это все материальные затраты, большие, 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 которых на самом деле ни один нормальный, честный человек заработать в этой стране не может. Следующая проблема после этого, то, что в этих партиях не может быть нормальной демократической обстановки, когда непорядочный председатель или какой-то член этой партии может быть оттуда выгнан. Почему? Потому что сразу же возникает вопрос. На содержание такой партии нужны большие деньги. Честный человек больших денег иметь не может, и председателем остается тот, который имеет эти деньги. И вот здесь уже о демократии, о чести, о порядочности разговаривать бессмысленно и практически невозможно. Получается, что у нас изначально, с самого начала, эти партии собирают людей с деньгами и с довольно-таки запрятанным прошлым. Следующий этап для этих партий, которые уже создались, которые вложили такие деньги в это все, является сама предвыборная кампания. Для того, чтобы провести эту предвыборную кампанию, это, представляете, сколько людей эта партия должна задействовать для того, чтобы пройти порог, чтобы попасть в парламент. 6-8%. Это нужно в каждом районе минимум человек 10-15 брать на содержание и платить им за эту работу деньги. Ведь они нигде не работают, они ходят, агитируют, но кушать дома надо, содержать семью надо. И, представьте себе, 3-4 района, сколько городов, минимум по 15-20 человек, это у нас получается минимум 1000 человек, каждому из которых ежемесячно нужно заплатить 1000 по 5 рублей. Плюс предвыборную кампанию эта сумма удваивается, и эти люди работают. Вот представьте, ежемесячно, без выборов, это нужно иметь 5 миллионов лей, которые ты должен вложить в эту партию, в эту систему, которая на тебя работает, чтобы ты удержался в рейтингах, на плаву, чтобы ты был виден и все остальное. А во время предвыборной кампании это все сразу же удваивается. Не 5 миллионов, а 10 миллионов. И эти деньги откуда-то нужно брать, и откуда же они берутся? Они берутся только с того, что приходит человек с деньгами, создает партию, вкладывает, вкладывает, потом он достигает высот каких-то мест в парламенте, в правительстве, и тогда он начинает отбивать эти деньги, то есть воровать у нас, у всех. Получается, что мы собственными руками создали воровскую систему, которая однозначно при этом всем должна нас всех обворовывать. Потому что цикл в 4 года, это 48 месяцев. Вы множите в среднем на 5 миллионов лей, это он за эти 4 года тратит 48 на 5, это он тратит где-то 250-300 миллионов лей, цикл 4 года, чтобы удержаться. И это все идет по кругу. Откуда он это может взять? Он что, бизнесмен, если он функционер? Нет. Он что, имеет здесь бизнес? Или у нас в Молдове так много бизнесов, которые приносят такие прибыли? Тоже нет. То есть мы на самом первом этапе, когда закладывали эти два закона, мы создали воровскую систему, которая не может не быть воровской. Только вор, только человек, без принципов, без совести, без родины, без флага, способен идти на такого рода вещи. И вот здесь мы, как граждане, выходя на эти протесты, требуя реформы, должны понимать, что мы требуем. Нужно требовать изменения вот в этих законах. Мы должны уменьшить количество членов партии, пусть будет 300-400 членов, и этого уже достаточно для регистрации. Это должно быть, может быть, даже пойти на то, что сделать ограничение по количеству максимальному членов, пусть будет максимум тысячу членов партии. Но вы тогда боритесь за то, чтобы в ваших партиях было не количество членов партии, а качественно, чтобы эти члены партии действительно болели за эту страну, действительно хотели каких-то реформ. А сейчас мы просто-напросто протежируем и, понимаете, получается, вытаскиваем наверх одних воров.